Народ, признаюсь честно, что я, сука, ненавижу в кулинарии и вообще во всей этой фигне готовки, вот это вот там холодильники, морозильники, один из самых моих нелюбимых аспектов. Это морозилка. Я не очень люблю выкидывать еду, то есть я ее сохраняю, что-то разделал, какие-то косточки, и каждый раз я как дурачок даю себе какое-то обещание, что в будущем я-то не забуду, что эти косточки там лежат где-то, я-то однажды из них наварю что-нибудь, и потом спустя три года ты такой открываешь какой-то пакет, вот ты такой просто открываешь и такой, что, что, что это, что это, ну ладно, здесь пока и мере понятно. Это была здоровенная разделанная семга, и само собой я все здесь сложил, здесь еще можно даже мясо наскрести, и я явно ее сложил, обещая себе однажды наварить с нее там консуме, ухи и всякого такого, но этим не ограничивается, вот что меня бесит еще больше. Вот у нас тут есть морозилка на студии, я, короче, половину того, что здесь, я не знаю, что... Народ, что это? Ставь лайк, если у тебя такая... Что это, сука, такое? Что это? Это тесто? Это кишки? Это колобок. Или это желудок свиной так свернут? Или это колобок из теста? Хер его знает. Ну вот тут, по крайней мере, понятно. Это говяжьи кости. И тут вот таких штук непонятных совершенно. Что это такое? Это говядина? Это свинина? Это вырезка? Почему она здесь? Отчего она, сука, осталась? И в каждом, в каждом просто какие-то... Что это? Зачем нам нужны были микрокрабики? Я не помню. Это жопа какая-то. И сегодня я начну постепенно разбираться... Что это такое? Что это? Что это за гигантский ком весом, наверное, килограмм семь? Я не знаю. Я просто не помню. И все это вот так вот в каких-то пакетах, оставшееся после, сука, каких-то... Что это такое? Что это? Это лапша? Жопа. Итак, короче, понятно, что эту семгу я выбрасывать не буду. Сейчас будем варить из нее супчик, уху. Еще я нашел вот такую вот замороженную треску без двух кубов. Вот, собственно, а что бы и нет. Мяса в этой семге не очень много. Что наскребем, то наскребем. И хочется, чтобы в ухе меситься была. Поэтому возьмем треску. Что еще найдем? Посмотрим. Мало ли кто не в курсе, у меня на студии два холодильника. Так, это помню. Это чесночное масло. Это контейнеры с готовой едой, которую можно есть, если на студии проголодался, а еще не готово ничего. И здесь точно такая же ситуация. О, я что-то вижу. Не помню, для чего мы брали. Это уже какие-то высохшие древние гребешки. Знаете, что? Может, пара... Может, пара миди еще завалялась? Вроде нет. Ну, ладно. Посмотрим, что они из себя представляют. У них, кстати, срок годности остался один месяц. Поэтому шут с ними. Ну, гребни и гребни. Если нашли какие-то пару сырых засохших креветок, какую-нибудь задницу краба, какие-то вот такие штуки, которые уже явно на сашими не пойдут. Я понимаю, что вы не славный дружи и вратливый видосы снимаете, чтобы там можно было гребешки найти. Но остатки кальмаров покатят. Любые там рыбьи жопы, кости и всякое такое. Давайте сначала все это дело разморозим. Для этого я просто возьму таз с водой. И основное... Треску пофиг, она и так маленький кусочек. И вообще можно не размораживать. Но нам обязательно нужно разморозить вот эту рыбоньку. Почему? Потому что, наверное, я тупой. Да, сука, какой же я тупой. Нужно было жабры вырезать, когда я ее разделывал целиком. То есть нужно было жабры вырезать в тот момент, когда я срезал с нее филе, и все было грязное. И вот можно было их вырезать. А я не вырезал такой. Потом. А теперь нужно размораживать это все. Хотя можно было бы просто в кипяток, грубо говоря, кинуть. Ну ладно, поставим под водичку. Жабры горькие. Помните, жабры горькие. И если вы добыли кальмара, гребешки или креветки, запомните, треска варится 20 минут. Кальмары, гребешки и креветки кидаются просто в кипяток. И через 3 минуты уже просто вы уже выключили, просто в кипящую воду кинули и выключили. И они дойдут. И можно кушать. Народ, очень быстрый, блиц, разбор. Котлеты, мясорубка. Смузи, блендер. Борщ, но комбайн, который крошит овощи. А если пироги, но вряд ли вы будете месить тесто руками. Наверное, понадобится планетарник. Короче, девайсов на кухне нужно очень много. А вот и нет. Redmond RKM4030 собирает в себе всю эту технику. И все это на базе мощного мотора 1200 ватт. Чаша, 5 литров. Крутое тесто, берем крюк. Взбить крем, венчик в наличии. Что-то среднее типа фарша, лопатка есть. А еще он становится мясорубкой и блендером за секунду. Я могу вам назвать около миллиарда блюд, которые можно замутить благодаря этому одному девайсу. Надо брать. Шикарный подарок. Ссылка в описании. И да, народ, у нас сейчас рыбная история, но обязательно раз в несколько месяцев делайте такую же с всякими куриными задницами, свиными копытами. Из всего этого можно наварить просто офигенный бульон. И он будет настолько густой, нажористый и вкусный, что что вы там будете использовать вместо мяса, просто курочки нафигачите или еще что-то, это не имеет значения. Главное, соберите все это и наварите бульон. Ненавижу эти пакеты, в которых непонятно что в морозилке. И не нужно мне говорить, что вы подписываете пакеты. Не нужно мне говорить, что вы там каких-то куриных жоп заморозили. Куриные жопы. Никто этого не делает. У всех вот такие же комья валяются. Я ни одного человека не видел, у которого было бы более аккуратно, чем у меня. Вот так. Итак, привет, рыбья голова. Давай посмотрим, что ты из себя представляешь внутри. Во-первых, я сделаю вот так надрез и посмотрю. Да, само собой. Я размораживал теплой водой и высохшие. Здесь можно раскраивать все как угодно на самом деле. Прямо смотрите, голова рыбы в разрезе. Само собой подвысохшие от мороза вот эти вот жабры. Еще не до конца разморозилось, но их быть вообще не должно. Вот одна жабра. Правильно говорите, одна жабра, Сань? Как думаешь? Да, я думаю, нормально. Вот, чтобы суп не горчил. Я вот так отрежу, а вот эту щечку оставлю. Ну все, жабра замороженная еще. Ну да и бог с ней. И вторая жабра тоже. Когда она замороженная, на самом деле она просто выламывается. Все, башка! Ладно, это выглядит забавно. Итак, башка пошла. Тут же разморозили все наши штуки со всеми плавниками. Здесь какие-то остаточки мяса. Вот так. Мы это мясо выварим, весь вкус из него выварим. Оп! А, сволочь! Чуть не прошла. У нас же была еще в том видео маленькая форель, ее башка тоже здесь. Попробую вырвать. Колючие твари! Чуть не пропустил. Все. Они заморожены. Выдернул. Никаких жабров. И самое важное, мы не добавляем ничего остального. Мы добавляем только то, что мы будем вываривать, из чего нам нужен бульон. То есть соль, немножечко соли, чайная ложечка, лаврушечка, душистый перец и варим к хренам. Теперь есть два варианта. Если у вас только лососиные жопы остались, то есть какие-то плавники, бошки, вообще не вопрос. Просто варите это все с лаврухой, с душистым перцем, немножечко соли добавьте и варите. Если же у вас есть мясо, которое вы хотите, чтобы пошло в уху, то лучше его сейчас вот соскоблить. Потому что потом вы фигушки его отделите. То есть видите, мясцо немного, но типа нормально так, на супец. Да, я еще положу туда трески, чтобы рыбы было больше. Но в целом вот сейчас самое время вот эти вот остаточки с ребер, со всего остального, с хвоста соскоблить. Потому что потом, я вам говорю, оно все так перемешается и с костями будет. Вот это вот мы все уже можем выбрасывать. Нет, извиняюсь, извиняюсь. Вот так вот. Делается все это несложно в пару движений. Вот, без костей, без ничего. Блин, вот здесь я срезал филе, наставлял рыбы. Оп-оп-оп-оп-оп. Великолепно. Хорошо, как в морозилке валяется нечто подобное. То есть поскоблили, поскоблили. И фигакс. У нас целый ком красной рыбы без костей. Теперь все это дело, вот это кости. Аккуратно не тыкайтесь об плавники. Мы вот так промываем от всякой пены, от всякого жужева. И воду сливаем. И заливаем уже водой абсолютно чистой для бульона. И теперь просто наливаем уже супер чистую-чистую воду. И будем варить. Также достанем гребешечков. Сам гребешечек отчекрыживаем, отрываем от него белую часть, которая твердая и корочка, само собой. То есть смотрите, на каждом гребешке, видите, вот это, само собой, нам не надо. Видите, есть белая часть, вот эта. Вот эту белую часть надо нафиг оторвать. Ну и, само собой, икру тоже не выбрасываем. Она офигенно вкусная, варится, кушается только так. Ну так, отфигачили. Какие-то пленки, что нашли. И всегда есть вот это. Вот это невозможно прожевать никогда. Все это пойдет на последнем этапе. То есть, само собой, пускай вся вот эта вот красота стоит в холодосе. Ставим на огонь лаврушечки. Нет, не буду еще один лист класть. Душистого. Несколько горошин. Вот так нафигачиваем. Немножечко солечки. Не перебарщивайте, выпарится сильно. Ну, типа вот я чайную пока что добавлю. И доводим до кипения. И пускай бурлит час. Только пену снимайте и все. Просто порежем лучок произвольно. И я пожарю его на сливочном масле. Сливочное масло и лучка до золотистости. Он сильно усядет. И я люблю, чтобы жареного лучка в супе было прямо норм. Он отвечает за нажористость. Лук зажарен. Бульон доходит. Овощички. Ну вот смотрите. У меня здесь есть сельдерей. Хотя по большему счету вы можете все что угодно зафигачивать. Я возьму, во-первых, горсть сельдерея. Не так, чтобы дофигища. Вот на такие вот кубики. Кубики будут такого размера, всех овощей, что им хватит жарки. Так вот. Вот так вдоль. Что им хватит жарки в течение 20 минут более чем. Извиняюсь. Я сказал жарки. Само собой варки. Морковь я даже не буду париться делать какими-то кубиками. Я просто каждую морковину пополам и вот так зафигачу. Либо самое простое. Если у вас вообще руки из жопы, пропускайте через комбайн кухонный. Просто чтобы была, ну как на крупной терке. У меня же будут вот такие вот штуковинки. Все это одновременно пойдет. С картофаном абсолютно такая же тема. То есть я как-то его расхреначу на какие-то условные кубики, шарики. Всякое такое. Ну и чеснока без него и не надо. С ним и пусть будет. Можно через чеснокодавку, можно вот так. Я просто вот так нарежу. Все равно оно там превратится практически в ничто в хорошем смысле в бульоне. Я сказал в бульоне? А что там с ним? Да ничего на самом деле. Выварилось все по мере сил. Получился нажористый, наваристый бульон. Горячо-то как. Отлично. Все лишнее отсыдили. И никто нам не мешает этот бульон уварить еще сантиметров на пять. Потому что у меня, я слишком много воды положил, залил. Пускай подвыварится капелюшечку. Ну загустей. Вываривать, кстати, можете наш рыбный бульон сколько хотите. Потому что вкус будет только концентрироваться. И заваливаем все ингредиенты. Помимо зелени, зелень сжухнется там нафиг. Она идет в самом конце. Как и гребешки, креветки, красная рыба в самом конце. А сейчас овощи и белая рыба. Ну треска. Ее варить 20 минут. Как и картошку и все остальное. Вот я палочками порезал треску. Она само собой развалится. И я прямо вот туда ее фигакс. Отлично. И сразу и сельдерей, и морковочку, и вот это все. Вот так все идет туда. На 20 минут. 20 минут это 15-20, если кубик вот такой сантиметровый. Ну и лук. Собственно, лук тоже идет туда. Много, не мало. Жареного лука. Он там будет расходиться, задавая густоту. Хотя по поводу густоты, покажу вам небольшой лайфхак. Закипит 20 минут. Народ, все прокипело. Уже почти 20 минут кипит. Все готово. Все отлично. В принципе, это уже офигенная уха. Осталось закинуть зелень. И, собственно, там креветки или что вы там наколупали, что быстро готовится. Но я хочу показать вам, как, скажем так, небольшой лайфхак. Как это можно загустить. Зачем? Затем, что из этого можно сделать сливочную уху. И когда она гуще, например, если вы готовите на большое количество людей, то она кажется гораздо вкуснее и насыщеннее. Но недостаточно туда просто ливануть сливок. Там должно быть немного какого-то крахмала. Картофельного или кукурузного. Но если вы туда возьмете, просто возьмете крахмал и фиганете туда 2 столовые ложки крахмала, тут литра 4 воды или около того, то у вас будут просто крахмальные хлопья. Его нужно развести со сливками заранее. Не обязательно. Это такой опциональный шаг, просто будет чуть вкуснее. Итак, мы берем 2 столовые ложки крахмала с горкой на 4 литра бульона. Примерно. Даже чуть-чуть побольше возьму. Вот так. Для того, чтобы он стал густым. Сначала мы добавляем совсем немного сливок. Вот. И крахмал сразу же становится чем? Правильно. Непонятной пастой. Мы добавляем еще. И начинаем все это дело перемешивать. Он превращается уже в густую более-менее сметану. Мы добавляем еще. Постепенно. Именно постепенно. Будьте внимательны, пожалуйста. Потому что если вы сыпанете вот это вот сейчас все размешали. Если вы это ливанете сразу одновременно в вашу уху, то получится просто хлопья крахмала. Смотрите. Я даже ради безопасности возьму немного ухи. Добавлю сюда. Для того, чтобы еще раз бодяжить. Прям еще раз бодяжить. Оно уже маленечко нагревается. И еще немного ухи. Понимаете? Все. Отлично. Теперь вот эту вот всю штуку, которая уже достаточно жидкая, можно постепенно переливать в нашу уху. И постоянно мешать, если что. То есть замешиваем прямо вот в воронку. Сейчас вы увидите, как все это дело будет загущаться. Все. Замешали. И никаких хлопьев. Ничего нет. Великолепно. Крахмал со сливками в кипяточке набухнет достаточно быстро. Поэтому самое время потестить по соли. Я уже потестил. И заложить все остальное. А остальное это у нас наши гребешки. Я порезал их пополам. Любые креветки, кальмары. То есть то, что просто... Вот. Это не порезал. Все то, что разрезал, кинул в кипяток и уже готово. Буквально пара минут и консистенция меняется вот на такую сливочно-кремовую. То есть оно становится чуть-чуть более густым. Все. Добавляем ингредиенты, те, которые достаточно просто положить в кипяток на пару минут и все. И зелень. Я нарезал кинзы, можно петрушечки, укропа. Тут уж что хотите. В самом конце. И вот здесь, когда вы положили эти ингредиенты, опять же проверяем по соли, по перцу. Вот это вот все. Видите, оно прям как крем-суп такое загустилось. И вырубаем к хренам. Не ждем ничего. Прям вырубаем. И оставляем минуты на три и готово. В итоге получается вот такая вот с гребешочками. Со всем, что вы смогли добыть. С кусочками лосося. Это вот такая вот сливочная ушица. Ну, давайте попробуем. Хотя, что здесь пробовать? Вы же понимаете, что тут и так все уже понятно давно. Итак. Это офигенно. Офигенная, мягкая, нежная, не сильно сливочная, но как будто бы загущенная кучей сливок. Но это же все крахмальчик. Уха. Да, я прекрасно понимаю. Кто-то мне скажет, дружи, уха это на костре, на рыбалке. Просто, сука. Поставьте сейчас на паузу и проверьте в комментах. Там уже кто-то эту хуйню написал. Вот эту хуйню. Это не уха, это рыбный суп. Пошел ты на... Ну, ладно, не буду бомбить. Хорошо, пускай будет рыбный суп. Очень вкусный, сладковатый, ароматный. 10 из 10. И главное, что он, между прочим, еще и неплохо замораживается. А с вами был славный дружиобломов. Кушайте много, кушайте вкусно. Огромное спасибо всем, кто ставит пальцы вверх. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok